Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Меня зовут Оксана Тружкова. Мой лемази Оксана Тружкова. В эфире программа «Уроки мордовского макшанского языка». Сегодня мы с вами познакомимся с местом обитания животных и научимся отвечать на вопрос «Кто где живет?» Кто где живет? Кто? Кие. Кие. Где? Коса. Коса. Живет? Эрей. Эрей. Кто где живет? Кие. Коса. Эрей. Где живет корова? Коса. Эрей. Тракс. Коровы живет во дворе. Двор. Кардас или пирьф. Коровы живет во дворе. Тракс. Эрей. Кардас. Где живет лошадь? Коса. Эрей. Алашась. Лошадь живет во дворе. Алашась. Эрей. Кардас. Где живет медведь? Коса. Эрей. Овц. Медведь живет в лесу. Лес. Вирь. Вирь. Медведь живет в лесу. Овц. Эрей. Вирь. Са. Где живет волк? Коса. Эрей. Вирь. Са. Волк живет в лесу. Вирь. Газ. Эрей. Вирь. Са. Где живет свинья? Коса. Эрей. Тувась. Свинья живет во дворе. Где живет кошка? Кошка живет дома. Кошка живет дома. Где живет заяц? Заяц живет в лесу. Где живет леса? Лиса живет в лесу. Где живет собака? Собака живет в конуре. Собака живет в конуре. Где живет коза? Коза живет во дворе. Где живет еж? Ёж живет в лесу. Где живет белка? Коса эрей урс. Белка живет в лесу. Урс эрей вирса. Ответьте на мой вопрос. Коса эрей тувась. Запоминайте места обитания животных на макшанском языке и учитесь говорить по-макшански вместе с нами. Няя Мозынг. До свидания. Шумбрата да ялга, шумбрачи оят. Здравствуйте, друзья. Сегодня я расскажу вам об обрядах и верованиях в окши и эрзи, связанных с водой. В древности мордовские крестьяне обожествляли воду. Считалось, что ее покровительницей является богиня воды Ведява. Ведь в переводе с мордовского вода – Ава-женщина. Крестьяне думали, что живет она во всех водных источниках – и в колодце, и в роднике, и в реке. Говорили, что Ведяв бывает много. Как же представляли себе эту женщину люди? Одна женщина-макшанка так рассказывает о своей встрече с Ведявой. Иду по берегу реки Мокши и вижу большая голая женщина стоит в реке и плещется в воде. Волосы у нее длинные, белые. А вот другой рассказ о богине. Дядя Яков работал в колхозе кладовщиком. Шел он однажды ночью домой. Смотрит, возле колхозного пруда стоит женщина. Сама голая, длинные волосы вдоль тела распущены. Вдруг засмеется и как прыгнет прямо в воду. Вот такие представления были у крестьян о богине воды Ведяве. С самых древних времен на воде случались разные несчастные случаи. И когда кто-то тонул или еще что-либо случалось в воде, то люди считали, что это Ведява гневается. А некоторые даже думали, что каждый год Ведяве с Ведятей, это муж Ведявы, требуется множество жертв людских. И поэтому они утаскивают на дно людей. Сколько надо, говорят, столько и утащат. Бывало так, что человек тонет и спасается вдруг. То это говорили хорошо, сама Ведява помогла. Тогда нужно ее благодарить за это обязательно. Тот, кто тонул, чтобы с ним в дальнейшем ничего плохого не случилось, должен был пойти к реке и принести такие дары. В виде пшена, монетку 10- или 5-рублевую, угощение в виде яиц, блинов. Очень уж говорили, Ведява любит и хмельные напитки. Их обязательно приносили и выливали в воду. А еще Ведява женщина, она любила яркие украшения. Конечно, тоже их старались преподнести этой богине. Как я уже рассказывала, Ведява являлась покровительницей женщин и покровительницей чадородия. На третий день после свадьбы молодую обязательно должны были представить Ведяве. Это происходило таким образом. А сваха и все родственницы со стороны жениха вели молодую к колодцу или к роднику то место, откуда должна она была в дальнейшем носить воду в дом. Это было целое театрализованное событие. Обычно к реке или к колодцу шла целая процессия, которую возглавляла сваха. Потом шли девушки, молодушки с ведрами, с коромыслами, с ушатами. Потом под руку родственницы со стороны жениха вели и молодую. Так, подходя к берегу реки или к колодцу, мы представляли, говорили Ведяве. Ведява, вот привели тебе хозяйку будущую, будет она к тебе ходить за водой, ты уж ее не обижай. То есть обязательно нужно было представить богине Ведяве девушку. Ну и все это событие сопровождалось шумом обязательно, песнями, плясками. Считалось, что Ведява спит. Ее нужно обязательно разбудить, прежде чем девушку представить. Поэтому и пели громкие песни, частушки, веселились. Ну и приносили различные дары. Субтитры создавал DimaTorzok Молодушка должна планировать. Молодушка должна была обязательно в дар Ведяве бросить в реку кольцо. А женщины постарше лили в воду хмельные напитки, бросали лепешки. После этого представление, молодая должна была обязательно зачерпнуть воды ведра и отнести их домой. В прошлом Мокша и Эльзия верили в целебную силу воды. Считалось, что не вся вода обладает такой силой, а только специальная. Ведь Бря – верхушка воды. Как же добыть такую целебную воду? Нужно было рано поутру пойти к реке или к колодцу, к родняку, зачерпнуть сверху воды. И такая вода обладала целебными свойствами. Ей обрызгивали скот, чтобы не болел. А также люди умывались данной водой. Считалось, что она хорошо помогает от глазных болезней. Бездетные женщины часто обращались к Ведяве с просьбой о чудородии. Для этого нужно было пойти снова к реке. Но уже в полночь производился такой обряд. Нужно было принести в дар черного петуха. Его бросали в воду и просили, чтобы Ведява даровала ребеночка. Люди верили в оплодотворяющую силу воды. Без воды ничего бы не было на свете. А и поэтому летом, часто, когда бывала засуха, люди снова шли к роднику, к воде, просить о дожде. Обычно макшанские и рязанские женщины проводили различные моления у родника. В таком молении участвовали часто одни женщины, и старые, и молодые. Они поднимали руки кверху, просили, чтобы Нишки-Паз и Ведява подали дождя, чтобы сохранить весь урожай. Бывало так, что для этой цели и рыли новый родник. В овраге, где-то в открытом месте, чтобы появился новый источник жизни и плодородия. В современном мире, конечно, уже никто не верит в Ведяву, в Ведятию, но в чудодейственную силу воды люди верят до сих пор. А мы с вами, дорогие друзья, прощаемся. Васиди Мазанг, Васто Мазанг. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»